Несмотря на ненастную погоду, на аэродроме Восточный с утра многолюдно. Много семей пришли сюда на мероприятие «Армия-2020», чтобы посмотреть военную технику. Военнослужащие выставили образцы новейшей техники. Порулить тигром и залезть туда, где сидят настоящие танкисты. Детской радости нет предела. И хотя кто-то пришел на выставку техники со своими экспонатами, в реальных танках юные зрители разбираются неплохо. КВ-1, КВ-2, ИС-2, артиллерия, гриль, много знаю. Ага, здесь какие сегодня тебе понравились? Мне понравился тигр. 60 единиц боевой и специальной техники, 9 новейших образцов, зенитные ракетные комплексы, станции радиопомех, реактивные системы залпового огня. И это далеко не все. Людям интересно, техника новая, незнакомая для всех. Они спрашивают, ну, по мере возможности, что можно, рассказываем, что можно и не рассказываем. Показать детям, вдохновить их чем-то, этими машинами. Может быть, они когда-то будут военными, чтобы шли в правильном направлении. Детям нравится. Тебе понравилось здесь? Да. Никогда в такой машине не сидел? Ну, гордость за российскую армию. Техника обновляется. Вот в прошлом году техника уже была, ну, как бы, это сейчас новее техника получается уже. Не только статический показ. Некоторые зрители могли подержать в руках гранатомет и покататься на БТРе. Всем интересна данная техника, все хотят сфотографироваться. Все хотят внутри посидеть, потыкать кнопочки. Есть такое, да, конечно. Ну, то есть сегодня военные открыли двери всех автомобилей, и никаких тайм, все открыто. Да, все открыто вполне. Форум «Армия-2020» продолжится и завтра на аэродроме «Восточный» в поселке Сосновый Бор до 16 часов. На аэродроме покажут также технику авиазавода. А в партизанской деревне зрители ждет реконструкция военных событий и десантирование парашютных групп. Мария Латышева, Константин Дармаев. Новости дня.